Сегодня у нас в гостях главный врач Сергея Посадской районной больницы Олег Дмитриев. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Такая ситуация очень повезло жителям Глинково. У них теперь есть свой фельдшерско-акушерский пункт. А что делать в нашем округе другим населенным пунктам? Может быть, планируется ремонт или в перспективе открытия новых медицинских пунктов? Ну, если мы говорим о сельском здравоохранении, на самом деле на сегодняшний день у нас 17 фельдшерско-акушерских пунктов. И, в общем, количество их достаточное для того количества сельского населения, которое там проживает. Другой вопрос, что некоторые ФАПы нуждаются в ремонте или строительстве. На сегодняшний день из 17 ФАПов у нас 10 новых модульных ФАПов, в том числе и упомянутые вами ФАП Глинково. Но два ФАПа на сегодняшний день не функционируют. ФАП Кузьмино по причине ветхости здание, в котором он располагался, ныне не может быть использовано. Но население обслуживается по выездной модели. И ФАП Морозово по той же причине. В отношении ФАПа Кузьмино вопрос решен. В 2024 году будет строительство нового модульного ФАПа. С ФАПом Морозово ситуация более сложная, но тем не менее, после выездной проверки, которую осуществлял заместитель министра здравоохранения, принято решение о реконструкции в пределах старого ФАПа, этого ФАПа. Кроме этого, мы постоянно заявляем нашу потребность в строительстве новых модульных ФАПов. В частности, заявляли в этом году потребность строительства Константинова. Но Минздрав решил, что на 2024 год не будет включать строительство ФАПа на этой территории. Ну, хотя вопрос не снят с повестки. То есть, сроки отодвигаются? Да, просто сроки отодвигаются, потому что есть территории, где этот вопрос более востребован, более судьбоносен. Давайте поговорим о такой наболевшей проблеме, как детская поликлиника. Потому что наплыв заболевших достаточно высокий, врачи работают с утра до вечера. Как нам, как справляться с этой ситуацией? Вы правы, на самом деле, сентябрь прошедший был для нас в этом отношении неудачным, надо прямо признать. И в течение трех недель нас лихоразило именно в плане оказания медицинской помощи детям по адресу детской поликлиники на бульваре Кузнецова. Для этого, конечно, существуют объективные причины, а именно дефицит кадров на 19 участках, которые прикрепленное население разделено на эти 19 участков. У нас всего 10 педиатров на сегодняшний день. На момент, когда возникла описываемая ситуация, 4 сразу педиатра по разным причинам из этих 10 отсутствовали на рабочем месте. Болезни, отпуска, болезни детей. Но помимо, собственно, дефицита существует и другая проблема. Детская поликлиника расположена на первом и втором этажах жилого дома. Понятно, что проектное решение этих помещений совершенно не соответствует нормативам, которые предполагает детская поликлиника. И коридорная система, узкие пространства, отсутствие возможности создания современных внутренних зон для комфортного пребывания, для полноценной работы регистратуры, постов сельственских. Оно не дает возможности реализовать современную концепцию оказания медицинской помощи. Поэтому, начиная с 2021 года, мы неоднократно на разных площадках заявляем нашу потребность в строительстве детской поликлиники новой. И какой результат будет у этого строительства? Результат, ну, сказать на сегодняшний день, что уже есть решение о строительстве, я не могу. Однако, все наши предложения рассматриваются. Буквально на прошлой неделе вновь в рамках совершенно другого проекта эта тема была актуализирована. Мы ждем, ждем ответной реакции и надеемся на то, что вопрос будет решен положительно на самом высоком уровне, не только субъектно, но и федерально. Есть такая возможность, я не буду раскрывать сейчас всех подробностей, но это как бы не совсем мой уровень и формат, но такая возможность, по крайней мере, на сегодняшний день не существует. И вопрос мой лично, как мама, как сделать так, чтобы ребенок меньше болел? Ну, здесь, наверное, я не открою большой тайны. Если скажу, что основная проблема часто болеющих детей, это проблема, ну, и, собственно говоря, и взрослых, это проблема недостаточной напряженности иммунной системы. Да, дело в том, что даже выделяют, если говорить о детях, такую категорию, часто болеющие дети, и они требуют действительно пристального внимания, именно сквозь призму представления о том, что есть какие-то проблемы с иммунной системой. И они очень часто действительно подтверждаются объективными способами контроля. Безусловно, если мы имеем дело с клинически очерченными проблемами иммунной системы, это одна история, которая требует применения специфического лечения. Но зачастую достаточно совершенно, скажем, банальных, известных способов, таких как закаливание, если речь идет о детях, регулярное занятие физкультурой и спортом, на самом деле это работает. Конечно, я обязательно должен, скажем, упомянуть вакцинацию. Многие годы в нашей стране вакцинация считалась делом вредным и ненужным. Сранное дело, мы это не качнулся в другую сторону, в советские времена мы помним прекрасно, ну, кто застал это время, что вакцинировалось, ну, практически, ну, я не знаю, 99% населения, ни у кого не вызывало это каких-то вопросов и сомнений. Да, были плакаты, прививайтесь. Не только, это была целая идеология, и, в общем-то, ведь с помощью этой тотальной вакцинации удалось добиться исчезновения целого ряда болезней, ну, что далеко ходить, хотя бы та же корь, которая последнее десятилетие, вспышки которой мы регистрируем в разных, на разных территориях, на постсоветском пространстве и у нас, в Российской Федерации. И это серьезная проблема, потому что крайне заразное контегиозное заболевание с такими, знаете, порой не очень хорошими клиническими проявлениями. Вот, и это только частный случай. На самом деле, мы, если вспомнить недалекое прошлое, когда началась пандемия, новая коронавирусная инфекция, ведь для того, чтобы вовлечь наше население в вакцинацию от ковида, ну, приходилось прикладывать титанические усилия, да. Как-то немножко вот сейчас можно, оглядываясь назад, сказать, что нам все-таки удалось людей вовлечь, и, скажем, на прошлой неделе я был на встрече в клубе «Активное долголетие» в Ходьково, ко мне подходили члены этого клуба и активно задавали вопросы, а где можно вакцинироваться от ковида сейчас, допустим. Ну, то есть, вот видите, все-таки плоды нашей деятельности есть. То же самое я рекомендую и всем, в особенности, группам риска заболеваний, да, таким как сахарный диабет, болезнь системы кровообращения, онкологии, обязательно вакцинироваться. Спасибо, Олег Викторович. У нас в гостях был главный врач Сергиево-Пасадской районной больницы Олег Дмитриев.